привет это канал взлет меня зовут ольга в этом видео мы с вами посмотрим свочи новой линейки увлажняющих тональных основ за ванной резки на аквабуст эта линейка вышла в шести новых оттенках мы все сегодня посмотрим на руке также я протестирую тональную основу на лице и сравню ее с предыдущей линейкой увлажняющих тональных основ аквабуст которая уже была выпущена в reflame 2017 году три года назад и так давайте сначала рассмотрим упаковку приходит она на стол вот такой яркой красочной упаковки картонной а внутри лежит красивый флакончик флакон сделан из толстого стекла он достаточно увесистый мы видим пластмассовый дозатор он хоть и пластмассовый но достаточно удобное при желании можно регулировать количество выдаваемого продукта он не заедает 30 миллилитров тональной основе и произведена эта тональная основа в польше прошлая линейка тональных основ была в подобном флакончике они похожи как братья-близнецы единственное у прошлое был прозрачный колпачок увидите он немного пачкается изнутри потому что когда я крашусь это моя тональная основа то дозатор пачкает вот эту крышечку и каждый раз вытирать не получается поэтому выглядит немного неаккуратно специально не стал вытирать чтобы вам показать а вот здесь этот момент убрали здесь сделали черную крышечку и основа будет всегда выглядеть аккуратнее в целом мне кажется что в таком стильном черном флакончике выглядит тональная основа презентабельнее и дороже вот какое ваше мнение поделись пожалуйста в комментариях по оттенкам мне кажется что оттенки абсолютно идентичны то есть это та же самая линейка аквабуст только заключенная в новый дизайн тем легче мне будет ее сравнивать для числоты эксперимента я сейчас нанесу на одну сторону лица новую тональную основу с этой стороны буду носить ос этой стороны потом я внесу еще старую мою то она насну я не буду выбирать себе посво чем оттенок потому что удобнее будет сравнивать с тем оттенком который мне есть слоновая кость я уже протестировала новую тональную основу на аромат на текстуру нет точно такой же тонкий приятный аромат парфюмерная одушкой очень нежные Какой был у прошлой линейки Если вы пользовались линейкой Аквабуст Вы можете спокойно продолжать пользоваться Этой же линейкой в новом дизайне Ну что, давайте я нанесу Эту тональную основу на лицо И потом мы обсудим все ее формулы И все ее эффекты Для того, чтобы нанести тональную основу на руку Перед нанесением на лицо Мне нужно повернуть крышечку дозатора Потому что он зафиксирован Несколько нажатий Пустых, потому что пустая трубочка И вот мы видим Тональную основу Аквабуста Она увлажняющая Она очень здорово ложится на лицо И оставляет влажный финиш Ну, если вы пользовались Аквабустом Поделитесь, пожалуйста, в комментариях За что она вам нравится А я начинаю наносить Сейчас лето И у меня лицо немного подзагорело И оттенок мне слегка светловат Но, в принципе, он замечательно адаптируется на коже И хорошо ложится И вы можете сравнить сейчас две половинки моего лица Видно, как тональная основа перекрывает несовершенство Она средней текстуры Она не плотная, но и не прозрачная И за счет этого ее можно хорошо наслаивать То есть, если вы берете ее совсем чуть-чуть То в этом случае она ложится легкой вуалью Вот я сейчас взяла чуть больше, чем чуть-чуть И она у меня вот хорошо все идеально перекрыла Если я хочу более плотное покрытие Чтобы еще лучше перекрыла тональная основа У меня какие-то неровности, недостатки на коже То я ее еще раз наслою Но имейте в виду, что может появиться Такой неестественный немного эффект маски Поэтому берите чуть больше, чем чуть-чуть И у вас будет идеальное покрытие Эта тональная основа увлажняющая Она замечательно подходит для людей У которых есть какие-то шелушения на коже Неровности Она сглаживает не только цветовые неровности Но и рельефные То есть, когда вы ее будете наносить Она будет очень хорошо усаживаться на лице Она будет сглаживать все, что у вас на лице неровного И при этом она не будет проваливаться в поры Как правильно пользоваться этой тональной основой Чтобы она не плыла Чтобы лицо не сияло Не блестело уже через пару часов после нанесения Помните о том, что в ней уже есть свое увлажнение В этой тональной основе содержится комплекс На основе натуральной ледниковой воды Он восстанавливает вашу кожу И увлажняет ее до 8 часов Это богатая минералами натуральная ледниковая вода Из альпийских источников Она инкапсулирована в липосомы Для лучшего проникновения в кожу И для ее увлажнения Липосомы это такие микроскопические сферы Стенки которых устроены как мембрана клетки Они очень легко и эффективно доставляют влагу глубоко в кожу Поэтому, когда вы наносите вот эту тональную основу Лучше не наносить под нее ничего Просто очистите лицо Максимум это увлажняющая сенсорнувэдж Которая тоже очень-очень легкая Если вы будете наносить какой-то дневной крем Какие-то сыворотки И еще что-то Какие-то дополнительные увлажняющие слои То эта тональная основа Она дает еще дополнительное увлажнение И будет такая вероятность Что ваше лицо очень быстро засияет Особенно если у вас жирный тип кожи Если у вас сухой тип кожи Нормальная кожа идеально подходит Также я бы посоветовала эту тональную основу Девушкам, у которых уже возрастная кожа Опять же по той же самой причине Потому что тональная основа хорошо увлажняет 5-8 часов ваша кожа будет увлажнена На ней не будет сухости И она хорошо разглаживает кожу Я думаю вы достаточно посмотрели на мои две половинки лица С тональной основой, новой и без нее Давайте же сейчас я нанесу на вторую половину лица Старую тональную основу И старой линейки в том же оттенке слоновую кость Чтобы вы могли сравнить Насколько эти два оттенка идентичны Вот я нанесла тональную основу на все лицо Теперь это одна и та же тональная основа Абсолютно та же самая И я могу с уверенностью порекомендовать ее Всем, кто любит влажный финиш Сияние на лице, ощущение увлажненности на лице Вот такое вот невесомое средней плотности покрытие Эта тональная основа однозначно не подойдет любителям матового финиша Она не подойдет тем, кому нужно супер плотное покрытие Кому нужен какой-то эффект фотошопа Смотрите в сторону других линеек Эта тональная основа для меня повседневная Она отлично подходит на лето Потому что у этой тональной основы Также есть SPF 20 Это просто незаменимый помощник летом от фотостарения То есть вы можете наносить эту тональную основу С утра прямо на очищенную кожу лица У вас будет вот этот вот эффект увлажнения на лице Он чувствуется вот эта свежесть Супер, вот как будто вы умываетесь водой Действительно от ледниковой воды эта свежесть ощущается Момент нанесения Потом, после того, как вы нанесли Просто комфортное состояние тонального средства на лице Вы его не ощущаете Тональное средство невесомое И вы можете ходить вот с этим вот увлажненным лицом целый день Если вам нужно немного прибить вот этот эффект сияния Вы можете воспользоваться пудрой Тональная основа очень хорошо носится В течение дня не убегает с лица И оттенки на лице не окисляются Только наносите это средство на очищенную кожу Ну что, давайте посмотрим сводчи на руке Чтобы вы могли подобрать себе нужный оттенок Первый оттенок 4827 Ванильный Относится к категории нейтральных оттенков И вы видите, что оттенок бутылочки Совпадает с оттенком в каталоге И вот, смотрите на руке Это самый светлый оттенок Если вы посмотрите на этот оттенок относительно других То вы увидите, что он прямо для белоснежек Подойдет лучше всего Следующий оттенок 4828 Это фарфоровый оттенок Он относится к категории холодных оттенков И он чуть темнее, чем оттенок ванильный С бутылочкой тоже совпадает цвет А на руке, посмотрите Я знаю, что очень часто выбирают Какой же взять, ванильный или фарфоровый Вот ванильный берите, если у вас совсем прям белая-белая кожа Но если вы просто светлокожая девушка То вы вполне можете себя порадовать Вот таким фарфоровым оттенком Следующий оттенок тоже относится к категории холодных оттенков Это 4829 светлый бежевый Мне кажется, что в каталоге он даже немного рыжее, чем в флакончике Но если мы посмотрим на руку То вы видите, что он действительно рыжее Вот на руке он выглядит даже коричневее, рыжее, чем в пузырьке Но опять же, обратите внимание, что свочи у меня в кадре Относительно цвета моей кожи Когда вы нанесете на свою кожу Они у вас будут выглядеть немного по-другому Ориентируйтесь просто на оттенок Находите оттенок, который похож на ваш любимый оттенок Это вот светлый бежевый Вы видите, что он рыжее, чем фарфоровый, который был до него Но он не настолько персиковый, как следующий оттенок 4830 Это категория уже теплых оттенков И это явно теплый оттенок, теплый бежевый Посмотрите, как он выделяется относительно других оттенков Он явно какого-то персиково-розоватого, но только тепло-розоватого оттенка Это вот чистый персик, на мой взгляд Какой-то прям даже абрикосовый оттенок Достаточно интересный Следующий оттенок, когда я взяла его в руку Когда наносила, я сразу сказала Вау, это мой любимый оттенок Вот сразу видно, когда оттенок твой Это моя любимая слоновая кость И любимая она очень многими Мне нравится слоновая кость за то, что она немного сероватая У нее есть вот этот серый потон Здесь его в каталоге не видно Но уже в бутылочке, посмотрите, его видно А на руке это прямо вот та самая Мною любимая сероватая, корректирующая Очень здорово корректирующая слоновая кость И вы видите, это вот предпоследний оттенок в линейке И он относится к категории нейтральных оттенков Наверное, да, это самое, что ни на есть нейтральный тон И последний оттенок, о котором мы сейчас будем с вами говорить Это 40832 естественный бежевый И этот оттенок относится к категории нейтральных оттенков И он самый, на мой взгляд, темный и самый рыжий из всей коллекции Может быть, это и нейтральный оттенок Но если мы посмотрим на этот естественный бежевый Относительно других тонов То вы увидите, что это прямо для загорелой, по-моему, девушки Такой рыжий, темный, бежевый оттенок Я бы не сказала, что он прям естественно бежевый Но из этой линейки он самый темный Но, естественно, в других линейках вы сможете найти тональное средство И гораздо, гораздо темнее Тональная основа Аквабуст это моя находка в линейках тональных основ Арифлейм Я в нее влюбилась еще 3 года назад Оставлю здесь вам обзор Обязательно посмотрите Она мне сразу понравилась Я заказала ее сразу после обзора И с тех пор эта тональная основа всегда есть в моей косметичке И дальше я очень рада, что я буду продолжать пользоваться этим же средством Только в новой упаковке Как вы относитесь к этой линейке, я почитаю в комментариях Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под ним лайк Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал И нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение И посмотреть видео о новинках Арифлейм самыми первыми Пока-пока